Бессмертный полк в Истре проходит вопреки дружной колонной. И тут люди вместе с портретами, транспарантами своих родственников, героев Великой Отечественной войны. Дружные песни, дружный строй. С Днём Победы! Это дедушка моего папы. Его повесили немцы. Он был уже старый человек. И он не воевал на фронте, но он помогал партизанам. У меня два брата. В моей семье просто трагедия, конечно, произошла, к сожалению. А я потому что 45-го и, так сказать, вот память. Нет, отец сидел в ГУЛАГе в это время, а мамка вот на руках у неё всех убила. И сама была ранена и в окопах. Это мой дедушка, который воевал за освобождение наших родных земель, российских, также белорусских, мы сами белорусы. Он у меня был пулемётчиком, крепкий, здравый духом. Дед, видно, крепко стоял за наших родных, за нашу свободу. Два брата моего папы, этот погиб молодой, в 18 лет забрали, и тут же, в Белоруссию. А этот был бомбардировщик. Но он прошёл войну нормально. С нашими прадедами, естественно. Да, прадедами. Которые также воевали, были ранены, но умерли от старости. Это у меня отец, под Москвой он был. Взялись гражданки. И прямо в офицерское училище, потому что не хватало уже этих офицеров. И он пошёл там, краткосрочные, вот эти курсы офицерские. И кинули командовать, да, сразу. Своим дедушкой, протопопом Николаем Семёновичем. Он во время войны был лётчиком, обучал лётному делу. Это брат моей бабушки, Депленко Михаил Максимович. Он был призван в 1941 году на фронт танковой дивизии. Погиб в танке в июне 1941 года. Второй прадедушка мой, Полине Папы, Кускин Виктор Фёдорович. Он прошёл всю войну, воевал шофёром. Прадедушка Саша, он служил в лётных войсках, прошёл всю войну. Вали его, Ульянов Владимир Денисович. Пришли отдать честь. Это моя мама, она рыла окопы под Москвой, потом торфу работала. А это все, вот брат отца и три её братья, два родных и один двоюродный. Все погибли. Я иду со свёкором. Он у меня получил два ордена, много очень медалей, воевал на Белорусском фронте. Прошёл от Смоленска до Берлина и обратно. Это у нас наш отец, королю Фиталий Андреевич. А это наш дядя, Сачков Юрий Владимирович. А это наш прадед, Слотарёв Сергей Иванович. Это прадед, так что у нас в ног на роду. И вы из Дренато проводите бессмертный полк. Обязательно. Администрация должна знать об этом. Я ж только погибну в семью году. И запретить жизнь. В роде, в роде, в роде, в роде. Это же ужасно. С вами согласны очень много людей, которые сегодня идут с вами. Я возмущена до предела. Вот мы все бабушки возмущаемся. Почему вот за нас никто не это самое? Это издевательство над нами. Истра вся сгорела. Неужели Негеряк сейчас перекрыть дорогу? Прежде всего возмущение. Неуважение к памяти. Это оскорбление. Я этого не понимаю. В Снегерях пусть идет свой полк. Пусть идет свой полк. В Истре должен идти свой полк. Как это так? Как это так? В Истре, город воинской доблести, остался без ветеранского полка. Люди молодцы, что где-то собрались, и все-таки они сюда пришли. Это молодцы. Я говорю, вот мы четверо оттуда примчались. Мы четверо. Мы четверо приехали. Специально сюда для бессмертного полка. Оттуда уехали, но в родной город приехали. Очень жаль, что в этом году, вот видите, почему-то перенесли праздник. Можно было бы сделать быстрее, более массовый. Но все равно всех с праздником, с хорошей. Надеюсь, погода улучшится. Поэтому всем всего самого главного. Добра, мира, любви, счастья. С каждой весной все дальше и дальше уходят от нас годы военного лихолетия. Но слава победы в далеком 45-м не меркнет в народной памяти. Мы помним, мы знаем, мы чтим. КОНЕЦ 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 Мы понимали, что, конечно, большая часть отправится в Снегири. Но мы не могли оставить наших истринских жителей без этого митинга. Конечно, можно назвать его и так. До последнего мы переживали, что будет мало народу. Но, честно говоря, я удивлена, приятно удивлена такому скоплению людей. Я тронута до глубины души. Все-таки вместе мы сила. Пока мы вместе, мы едины. Мне кажется, нам не страшны никакие беды. В нашем парке мы постарались немножко насытить нашу программу, чтобы люди могли просто погулять, отдохнуть. Сейчас вот начинается небольшой концерт на сцене возле самолета. Работают мастер-классы. Их любовно приготовили Центр Ровесник и Центр Триго. Будут песни под баян. Споем все любимые песни военных лет. Можно будет походить, пофотографироваться. Подготовили различные фотозоны. В общем, мы с народом. С Днем Победы! С Днем Победы! С Днем Победы!